Здравствуйте, уважаемые ученики! Начинаем наш сегодняшний урок. И тема нашего сегодняшнего урока «Объем цилиндра». Сегодня мы с вами узнаем, почему цилиндр называется телом вращения. И найдем объем цилиндра. Давайте представим ровную металлическую проволоку, к которой прикреплен прямоугольник. Если мы начнем вращать очень быстро нашу проволоку, то визуально увидим такой рисунок, то есть цилиндр. Вот поэтому цилиндр называется телом вращения. А в жизни цилиндр — это пример обычной трубы или консервной банки. Еще куча примеров цилиндров существует в нашем окружении. Давайте рассмотрим случай, когда мама готовит блины. Когда на тарелку ставится самый первый блинчик, мы еще не видим цилиндр. Но как только мы начнем накладывать несколько блинчиков, то мы увидим целый объем или подобие нашей фигуры цилиндра. Если хотим более четче увидеть эту картинку, давайте представим стопку CD-дисков, которые также нам напоминают цилиндр. А здесь именно мы бы хотели поговорить, как у нас получается объем цилиндра. Итак, в качестве неразделимой единицы возьмем один диск. И пока он один, эта фигура у нас не имеет объема, так как она плоская. Как только мы начнем накладывать на нее несколько дисков, мы начнем видеть слой, подобие фигуры цилиндра. Значит, объем цилиндра получается это количество этих дисков или площадь одного диска, умноженная на количество всех дисков. А теперь придадим математический вид. Итак, вот наша фигура цилиндр. Это у нас образующая цилиндра. Почему называется образующая? Потому что когда мы вращали проволоку, именно вот этот прямоугольник образовал нам весь цилиндр. Поэтому этот отрезок параллельной оси цилиндра будет называться образующий цилиндр. Фигура, которая лежит на основании цилиндра, круг. И называется он основанием цилиндра. Основание у цилиндра два, снизу и сверху. И как мы с вами знаем еще с младших классов, круг это фигура, которая имеет площадь s равна π умноженной r в квадрате. π это постоянная величина, а r это радиус, то есть расстояние от центра круга до точки на ее окружность. То есть это расстояние от центра круга до точки на его окружности. И конечно же отрезок, соединяющий центры этих оснований, является высотой цилиндра. А теперь мы с вами выведем формулу объема цилиндра. Например, тех самых CD дисков, о которых мы с вами говорили в предыдущих слайдах. Давайте рассмотрим в качестве одного диска один такой круг, который находится на основании нашего цилиндра. Объем цилиндра это количество вот таких кругов на всей высоте цилиндра. То есть я беру площадь объема основания, либо площадь круга, умножаю на высоту цилиндра. И у нас получается объем цилиндра. Представьте такую концернную банку. Если мы заполним эту банку водой, то количество воды в этой концернной банке это и есть объем нашего цилиндра. И он вычисляется по этой формуле. Поставим вместо S круга значение πr в квадрате и получаем объем цилиндра равна πr в квадрате умноженное на h. Давайте решим задачки на нахождение объема цилиндра. Нам дан цилиндр с высотой равной 5 сантиметрам и радиусом основания равному 3 сантиметрам. Запишем формулу объема цилиндра. v, объем цилиндра, равняется высота умноженная на площадь основания, то есть на πr в квадрате. Расставив все на свои места, а именно высота это 5, а радиус основания это 3, 3 в квадрате, 3х3 будет 9, а 9 умножено на 5, получится 45π кубических сантиметров. Объем нашего цилиндра. Рассмотрим еще одну задачку. Дан цилиндр с осевым сечением в форме квадрата. Как мы знаем, квадрат это прямоугольник с равными сторонами. То есть вот эта сторона и эта сторона у квадрата равны. Также дана площадь нашего квадрата равняется 144 квадратным сантиметрам. Если площадь квадрата равна 144, тогда мы можем найти сторону такого квадрата. Обозначим за х одну сторону квадрата, значит х умножить на х, либо х в квадрате равна 144, а 144 это квадрат 12. Значит сторона такого квадрата равна 12. И сторона нашего квадрата совпадает с высотой цилиндра, а также с диаметром основания цилиндра. То есть диаметр это и есть два радиуса, значит два радиуса равно 12. Отсюда получаем, что радиус равен 6. Расставив все найденные значения в формулу объема цилиндра, мы вычислим, чему он равен. v равно 12 умноженное на π умноженное 6 в квадрате. В результате получаем 432π кубических сантиметров. И еще одна задача на нахождение объема цилиндра. Дается цилиндр с диагональю осевого сечения, которая наклонена к основанию под углом 45 градусов. Напомню, что диагональ осевого сечения цилиндра это прямоугольник. Значит этот отрезок это и есть диагональ прямоугольника. А прямоугольник имеет сторону равной двум диаметрам основания и высоте либо образующей цилиндра. Давайте отдельно рассмотрим наш получившийся прямоугольный треугольник. Итак, угол 45 градусов уже дан. Этот треугольник прямоугольный, то есть угол равен 90 градусам. Значит мы можем найти неизвестный угол нашего прямоугольного треугольника. Мы знаем, что сумма внутренних углов абсолютно любого треугольника равна 180 градусам. Значит из 180 вычтем 90 и 45 и получим 45 градусов угол при вершине такого прямоугольного треугольника. А если этот угол равен 45 и этот угол равен 45, то наш прямоугольный треугольник получился равнобедренным. То есть эти две стороны его равны. Обозначим их за х и потерями бифагора можем вычислить, чему равен наш х. Итак, х в квадрате плюс х в квадрате равен гипотенуза, то есть 10 под корнем 2 и все это в квадрате. Ну а если 10 корней из 2 возвести в квадрат, то 10 в квадрате, 10 на 10 получится 100, а корень из 2 в квадрате получится 2. 100 на 2 200. Если 2х в квадрате равен 200, то х в квадрате будет равно 100. А если х в квадрате равно 100, тогда мы получаем, что х равен 10. Х у нас здесь диаметр либо два радиуса, а здесь у нас х это высота нашего цилиндра. То есть мы нашли все данные, которые нам необходимы для того, чтобы мы нашли объем цилиндра. Итак, h высота равна 2r, либо диаметру основания цилиндра, и все это равно х. То есть 10. Отсюда получаем, что высота равно 10, а радиус равен 5. Если сюда поставим 5 в квадрате, получим 25. 25 умножено на 10π в итоге дает нам 250π и, конечно, единица измерения в кубические сантиметры. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Я желаю вам всем полезных знаний. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...